Здравствуйте, моя младшая группа и уважаемые зрители! Сегодня мы с вами вспомним, как рисовать чашку или бокальчик роли не играет. Значит, когда мы с вами посмотрим на бокальчик или чашку, то у него форма, вот в данном случае, цилиндрическая. А если мы сверху на этот бокал или на чашку посмотрим, то эта часть у нас круглая, окружность или круг. Мы можем с вами, если мы смотрим сверху, то действительно получается круг. А если я возьму и поставлю на уровень своего зрения, то и вы это можете сделать, то у вас получится, что вы не увидите ничего тут, а только прямую линию. То есть, когда я выровняю крошечку прямо перед собой, то у нас весь этот круг сольется в прямую линию. Если мы только чуть ниже эту чашку или бокальчик ставим, то мы с вами видим эллипс в этом месте, а окружность превращается в эллипс. А теперь мы с вами изучим самые характерные ошибки, которые при этом рисунке делаются, и вы их зарисуете и оставите для себя. Зачем это делать? Чтобы точно знать, как правильно нарисовать бокальчик или любой предмет вращения. Итак, какие дети делают самые характерные ошибки? Рисуя эллипс, например, они делают вот таким вот образом. Вот это называется форма зерно, место эллипса, место отверстия бокала. Вот такая вот форма называется колбаса. Когда дети делают два параллельных, и тут части круга. Это вторая ошибка. Третья ошибка. Пирожок. Это три ошибки, которые дети очень часто делают, рисуя бокальчик. И, наконец, четвертая ошибка уже к эллипсу не относится. Посмотрите, что делаем, если вдруг мы неправильно нарисуем бокал. Вот это тоже характерная ошибка у детей. Тоже зарисуйте. Напишите ошибки, слово, и поставьте раз, два, три, четыре. А теперь я вам расскажу, как нарисовать бокал правильно. Когда мы с вами бокал будем рисовать, его вертикальные части бокала будут абсолютно прямые. У вас есть лист. Так вот, вот эти вот части должны быть строго параллельны или похожи по направлению вот на эту вертикаль листа. Тогда у вас получится все правильно. Естественно, должны быть правильно сделаны пропорции. Что это значит? Это значит, что вы должны точно знать, сколько раз ширина бокальчика в его высоте уложится. Тут почти, ну, один в один, чуть больше высота. Вот как у вас получается, так вы и должны постараться сделать. Напоминаю, как мы с вами находим центр. Мы проводим диагональные линии вот тут. И на пересечении их ищем центр, чтобы наш бокальчик сильно не уезжал. Но поскольку у нас тут есть ручка у этого бокала, вот, ручка, мы с вами это место и сделаем с этой стороны, с правой в данном случае, чуть больше места. То есть двинем наш бокальчик немножко влево. Итак, начинаем. Продолжение следует... Дети, мы с вами нарисовали бокал. Его стороны параллельны краю листа. Или похожи на них по направлению. Вот большая ось эллипса параллельна краю листа. А это малая ось. И вот этот наш эллипс, у него правая и левая часть похожи, верхняя и нижняя часть похожи. Вот теперь наш рисунок выполнен правильно. Вы его зарисовываете и пишете внизу. Правильный рисунок. Всего хорошего. До свидания. Приходите к нам на следующее занятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова